Отзывчивый и чуткий, серьезный и открытый. Именно таким остался в памяти одноклассников и товарищей по школе Дмитрий Гвишиани. Елена Поздняк хорошо помнит этого всегда жизнерадостного юношу. Сегодня Елена Геннадьевна является преподавателем и по совместительству работником музея, где основная экспозиция посвящена герою-выпускнику 30-й школы. Говорить очень тяжело, потому что его помнишь, и он-то ушел из жизни молодым, и всегда в нашей памяти он останется таким. И мы всегда, как бы учителя, не только я, воспитывая своих детей, мы всегда воспитываем их быть мужественными, честными, и всегда ставим в пример подвиг нашего выпускника. Сегодня главная экспозиция музея довольно разноплановая. Здесь собраны личные вещи Дмитрия Гвишиани, его грамоты и награды. Большую часть того, что сегодня можно увидеть, принесли родители. Некоторые материалы приносят спортсмены, которые участвуют в турнирах памяти знаменитого брещанина. Хорошо учился, ну вот такой был человек общительный, очень много было друзей у него. Насколько я знаю, здесь в школе и в академии. Ну, готов был на хорошие дела. Несмотря на то, что Дмитрий Гвишиани брещанин во втором поколении, его родиной, как и родиной родителей, является солнечная Грузия. Подвиг белоруса с грузинскими корнями помнят и там, поэтому представители диаспоры проявили инициативу. И в памяти земляке члены культурно-просветительского общественного объединения Мамули решили сделать аллею еще больше. Когда мы узнали, что вот мирное время, такое, значит, земляк, значит, соотчетение, который здесь родился, здесь вырос в городе Бресте, и вот так героически, так в мирное время погиб. Мы вот это очень близко принимаем сердце к этому делу, и мы будем всегда приезжать и чтиться ему память. И мы гордимся таким земляком. Как известно, человек жив, пока жива память о нем. Знаменитая аллея пополнилась новыми деревьями, и вместе с ними увеличилось количество людей, которые теперь будут знать о героическом подвиге молодого и наслужащего берестейца Дмитрия Гвишиани. То, что представители общества Мамули приехали сюда, общество Мамули, Мамули это переводится как отечество, для нас, конечно, это очень значимо, потому что наш сын все-таки, у него и была грузинская кровь. Хотя он родился, и он брещан во втором поколении, но как бы то ни было, все-таки корни и в Грузии у него тоже были. Анастасия Назрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луковкин, телекомпания БУК-ТВ.